здравствуйте друзья у нас сразу два вопроса которые я объединю в одном первый вопрос довольно маленький такой казалось бы и там нечего для видео ловить в этом вопросе вопрос такой что вот можно ли быть студентом портнов компьютер school и одновременно на жизнь подрабатывать на убери вот извозом и собственно вот вот и весь вопрос то есть можно можно заработать достаточную сумму для жизни на уме и ну давайте пока отвечу и дальше мы пойдем значит я буквально вот вчера с пареньком разговаривал он правда не на убери подрабатывает а есть другой такой сервис конкурирующий называется лифт и он считает что лифт лучше прогрессивнее больше денег там остается достается и так далее вот он на этом лифте он сказал что он зарабатывает 4 тысячи в месяц и занимает это у него примерно 45 часов в неделю вот за 45 часов в неделю он зарабатывает 4 тысячи в месяц что на самом деле совсем неплохо то есть за эти деньги можно и жить и рент платить и в общем все остальное это совсем неплохо что еще тут сказать конечно там какие-то расходы есть связанные там с бензином со страховкой конечно надо иметь автомобиль то что если вы только что приехали вот у вас вот вот только с самолета человек у вас еще и автомобиля толком нет если даже у вас есть автомобиль то насколько я помню со слов ребят которые этим занимаются я могу точно не знать но вы проверите для того чтобы тебя взяли водителем в эту систему вот на убери во всяком случае мне говорили там нужно уже год иметь права местные и рекорд хороший там и так далее то есть это все на самом деле не не так вот может быть очевидно вот хотя может быть есть сервисы где можно подрабатывать и без того чтобы иметь год стаж я не знаю чисто но вот если по английски ну конечно надо по английски понимать вот но в общем то да это возможно значит следующий вопрос который я хочу присоединить к этому вот какой мне говорят вот смотрите там перечисляют какие там новинки там я не помню чего и говорят но ведь это же там приведет сокращению занятости к увольнениям вот речь шла об автомобилях пилоты вот на автопилоте которые ходят что вот мол по и появляются автомобили на автопилоте соответственно таксисты будут работу терять там еще кто-то и так далее ночи я почему это все соединяю с убером и с лифтом потому что очень большие проблемы возникли у тех кто раньше занимался бизнесом такси то есть это была профессия это нужно был лайсенс этот жетон у нас называют надо было иметь жетон на право иметь вот этот автомобиль те у кого был жетон они как бы значит там фактически обирали те кто водит машину у которых нет жетона они сдавали в аренду дома наличие нескольких жетонов позволяла человеку просто зарабатывать приличные деньги ничего не делая фактически и так далее вот эта система значит она как бы защищала таксиста от того что частник может вот с ним конкурировать то есть одно дело я поехал в аэропорт и подобрал там тетю машу свою собственную а другое дело я поехал и начинаю шабашничать это было абсолютно невозможно это лицензируемая деятельность она запрещена в таком виде было а вот с появлением вот допустим такого сервиса как убер таксисты теряют работу владельцы такси значит без как бизнеса теряют бизнес этот жетон сегодня ничего не стоит раньше за него давали жуткие деньги чтобы его купить вот сейчас он не стоит ничего аналогичная история с бизнесом гостиничным вы посмотрите на вот этот сервис свет как называется airbnb airbnb наверное еще есть я я я подозреваю что если есть несколько сервисов таких как uber значит наверное есть несколько сервисов таких как airbnb и этот самый коуч серфинг продает то есть раньше люди там должны были за ночь гостиницы заплатить а сейчас они очень бесплатно могут там с койки на койку скакать вот значит тоже тоже скандалы тоже какие-то проблемы значит начинают лицензировать то что гостиница с каждого человека который там за ночевал городу платит я боюсь собрать 13 процентов налог с этих денег и вот например в городе там санта-крус вот он такой курорт и там много такого рентов очного жилья если ты его сдаешь на сроки меньше месяца меньше месяца на месяц можешь так давать а если меньше месяца ты должен тоже зарегистрироваться и платить 13 процентов от этой суммы давайте то есть как бы отели добились от городских властей чтобы они тоже били поставили всех в равное положение мы вот ехали когда в мстердам пару лет назад да ты помнишь как мы классно там провели время мы сняли квартиру в таком месте где гостиницу вообще не снять а если бы мы сняли там гостиницу мы заплатили в пять раз больше чем заплатили за эту карту квартиру прямо на каналах в центре города и так далее то есть я я к чему говорю что развитие технологий и мы прямо у нас вот на глазах вышибает людей с работы ну может быть гостиничный бизнес в этом смысле не пострадал потому что все равно там отель снять трудно все равно отели дорогие но тем не менее это наносит как бы некоторые удар с точки зрения конкуренции они может быть больше денег могли бы брать за то же самое но если мы в принципе задумаемся немножко шире так посмотрите на пролетариат который ломала станки ткацкие там допустим или какие там были станки вот работали рабочие на заводе там 19 век 18 век мотка рабочие значит расфигачивали технику которая приходила потому что когда ставили станок там сокращали рабочих из точки зрения рабу рабочего значит этот станок его выкидывает с работы и безусловно предприниматель частный у него как бы нет возможности решать проблемы занятости в стране понимаете в рамках одного предприятия но если он в рамках своего предприятия не поставит станок то по сравнению с другим предпринимателем который поставил станок значит соответственно цена его продукции будет выше соответственно он просто выйдет из бизнеса полностью и вот эти вот взаимоотношения профсоюза и с одной стороны и работодателя предпринимателя с другой стороны состоят то чтобы найти баланс вот этот вот чтобы с одной стороны люди не потеряли полностью работу то есть если надо кого-то сокращать надо кого-то сокращать но с другой стороны чтобы работодатель не борзел в борьбе за сверхприбыль а все-таки значит как то вот оба интереса так как то вот так существовали бы хотя мы знаем что перебор бывает и в одну сторону и в другую там по всякому так вот всякая техника всякая технология всякий технический прогресс выкидывает с рабочих мест людей которые там были раньше и наше время вот скажем так девятнадцатый век двадцатый век в особенности и еще каждое десятилетие вот нашего века настолько растет производительность труда настолько высвобождается много людей понимаете и ничего теперь вот скажем лет семьдесят восемьдесят назад в сша процентов 90 населения были заняты в сельском хозяйстве а сегодня там и пяти нету хотя куда же все делись то а вот они там сервис да вот раньше сервис никакого не было сейчас сервис большой понимаете как получилось значит меняется структура занятости вот но безусловно как бы сказать задача правительств там были политических там партии движения и так далее состоит том чтобы сбалансировать вот это все чтобы рост производительности труда делал общество богаче а не делал бы его обездоленней или там членов общества обездоленней и в принципе мы понимаем что если когда-то рабочий день был 12 часов а сейчас у нас 8 может быть когда-то он будет 6 понимаете может быть это совсем неплохо иметь рабочий день там 6 часов там или там 30 часов недели они 40 вот действительно насколько растет производительность труда в сотни в сотни раз если мы за лет посмотрим речь идет о сотнях раз посмотрите на производительность одного инженера сегодня механика который пользуется там каким-нибудь там вода кедом дом за собой заменяет отдел инженеров механика в которую в наше время когда мы институт закончили там сколько уж лет назад 40 что близко к тому вот вот и все поэтому да да технологии выйдет вытесняют людей с рабочих мест и так было всегда и этот процесс усиливается и усиливается и усиливается до технологии очень быстро развиваются поэтому мы сегодня не сегодня мы последние 30 лет говорим о том что должна быть система непрерывного образования да то есть недостаточно образования полученного в институте чтобы там после этого 40 лет проработать или там даже 35 а нужно все время учиться мы говорим о том что образование университетское вообще не имеет такого смысла как вот допустим выучился пошел работать он выучился и он ничего не знает уже пока он учился в этом институте уже все изменилось и университеты не могут с такой скоростью менять свою программу конечно фундаментальные вещи не меняются так быстро давайте математический анализ достаточно стабильная вещь вот а что касается например там программирования уже не такая стабильная так что а что касается как конкретных там языков и уже пошло и поехало батя поэтому выпускник университета сегодня этот человек который от которого ожидается что он научился учиться быстро эффективно вот вот собственно что от него еще можно ожидать поэтому весь весь мир меняется и я вот предлагаю смотреть на проблему того что рабочие места теряются люди вытесняются техникой и так далее вот в этом контексте надо смотреть в некотором смысле так как комичность рынка айти который бумирует состоит именно в том вот этой ситуации что для того чтобы как можно больше других людей выкинуть с работы да значит нужны люди в технологиях люди в технологиях нужны именно для того чтобы производительность труда росла космическими темпами чтобы можно было повыкидывать людей из других технологий из других областей там народного хозяйства но это не значит что эти люди должны сидеть на пособии нет значит они должны вовлекаться в производительный труд в какой-то другой может потребности общества растут мы сегодня ведь не потребляем на душу столько сколько потребляли 50 лет назад или 150 лет назад мы потребляем чудовищно больше вот собственно так так и должно происходить вот такой такой мой ответ счастливы ребята таким образом кстати поднимаются н у м а в